Джинны во многом схожи с людьми, они нуждаются в пище, женятся, имеют детей и умирают. Бог посылал им, как и людям, пророков. Хотя продолжительность жизни джинна гораздо больше, чем человека. Как и люди, джинны предстанут перед великим судом и праведные среди них попадут в рай. По мнениям салафизма, джинны способны представать перед человеком в облике человека, животного или растения. Также джинны способны овладевать разумом и телом живых существ, иногда они делают это с целью нанесения вреда, или если влюбляются в человека. Для того, чтобы обезопасить себя от нежеланного контакта с джинном, мусульманин должен чаще читать Коран дома. Если джинн все-таки вселился в человека, его можно изгнать только именем Аллаха. Злые джинны или шайтаны склоняют человека к пророкам и идолопоклонству. Чтобы джинн не смог проникнуть в дом, перед входом мусульманин говорит бессмелие. Социальная организация джиннов во многом роднит их с человеком. У них есть своя семья, дети, цари, суды, свадьбы и прочие ритуалы. 9. Некоторые хадисы делят джиннов на три вида. Те, кто умеет летать, похожих на змей, собак и тех, что непрерывно путешествуют. 10. Абдуллах Ибн Масуд, сопровождающий пророка Мухаммеда, отмечал, что когда джинны прибыли слушать чтение Корана пророка, он видел их лично и охарактеризовал, как существ, похожих на различные живые формы от гадов и змей, до высоких людей в белых одеждах. Джинны могут принимать облик драконов, диких ослов и ряда других животных. Иногда джинн принимает облик человека, чтобы ввести в заблуждение людей. Некоторые хадисы также утверждают, что джинны могут жить на костях, воссоздав плоть, и питаться навозом. Ибн Таймея определял всех джиннов, как невежественных, неправедных и склонных к предательству, а также утверждал, что джинны воплощают магию, которую призывают неправедные маги, сотрудничая с ними, обеспечивают скрытой истиной гадалок и имитируют голоса умерших людей во время сеансов. В 33 аяте Сурия Рахман Бог упоминает, что джинны способны попадать за границу Вселенной, однако только по Божьей воле. Если же джинн по своей воле захочет выйти за пределы неба и подслушать божественные указы ангелов, то, если окажется замеченным, по воле Бога он будет сожжен небесной звездой.